Итак, народ, прямое включение. Выехал я из Воронежской области. Забрал Тушкана. Обзор уже сделаю в Волгограде, как приеду. Ну, я на нем, конечно, прокатился перед тем, как покупать. Тушкан нормальный. Вот, впереди Серега едет. Сейчас мы ему по рации... Серега, прием! А, уехал он, в общем, что-то, и уже рация, видимо, не берет. Так. До Волгограда 550 километров. Я думаю, преодолеем этот путь часов за 7. Сейчас выезжаем в час дня. По подвеске машина неплоха. Ну, в принципе, за эту цену, со всеми косяками, это отлично, я считаю. Так, ну и по дороге, может быть, сделаю включение. Поеду по маршруту Богучар, Миллерово, Кошары, Милютинское, Морозовск и Волгоград. Так, вот, у меня подозрение, кстати, что один ступичный подшипник что-то шумит. А этого я, кстати, не заметил. Где-то сзади. Сейчас по трассе выйду. Разгонюсь на нем сотку. 110 будет все понятно. Все, народ, пока. Впечатления после пройденных 50 километров. Что я не заметил, когда смотрел машину в городе. Воет раздатка. Я так думаю, что эта раздатка не коробка, потому что по коробке все нормально. В общем, вой начинается где-то от 80 километров. Не знаю, почему она воет, но... Но жидкости там нету. Либо просто износ чего-то там. Полный привод, во всяком случае, работает. С этим проблем нет. Но с раздаткой, конечно, я туда лезть не буду. Это очень затратно. Из плюсов, что нравится. Машина никуда не тянет. Едет ровно. Нравится расход. Вот. 9 литров. На сотню. В принципе, нормально. И еще, что не заметил. В общем, на скорости, вот я когда еду, бывают такие полусекундные какие-то свисты, посвистывания. И машина дергается при этом. Я думаю, что это либо ремень генератора, либо подшипник сам генератор. Что-то барахлит. Понятно там, в чем дело. Климат работает отлично. И в остальном все хорошо. В принципе, в машине все нравится. Но не будем нахваливать, да? До Волгограда еще около пяти хатки. Все, давайте, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Так, народ, привет всем. Пишем дальше, Пушко. Пушка. 98-го года. 390 тысяч я его купил. Гнал из Воронежской области, как вы уже до этого видели. Гнал видоса. Как всегда, давайте расскажу сначала по кузову, по машине. Нигде вмятин, царапин, ничего нету. Но, конечно, по кузову есть. Капот весь в сколах. Очень много здесь. И не только вот здесь спереди. То есть по середине капота вот тут есть сколы. Фары. Оригинал. Уже помутнели, потому что машина восьмого года, да? Надо понимать, что 9 лет. Никто здесь его не менял. Цвет уже фиговый. По-хорошему надо менять. То есть ты поменяешь, да, на продажу. Всего говоришь, на машину пить. Так. По бамперу переднему тоже здесь колхозный ремонт был какой-то. Видимо, уперлись. Просто куда-то треснул бампер. Вот таким образом на саморезы и на какую-то кожу ее здесь нацепили. Бампер сам по себе, кстати, не сидит на своем месте. Здесь видно сломалось крепление. С правой стороны клипса. И по-хорошему надо его сажать. Так. Здесь тоже по крылу уже пошли небольшие вот рыжики. Ну, машина не оцинкованная. Соответственно, да? И где-то вылазит. Огрейхи уже. Потому что время уже. Возраст, возраст. Так. По резине. Резина хорошая, летняя. Nokia Norden. 13 года на годы. Я думаю, можно еще и ездить на ней. Как бы еще по-два-три точно. Давайте поклубим дальше тогда. Вообще, машина в авариях таких крупных, никаких не была. Она вся целая, ровная. Единственное, красилась правое крыло заднее. Давайте покажу вам здесь. Лочиномер все показывает нормально. Единственное, по этому крылу оно красил. Здесь показывает 500. То есть, немножко шпаклевочки есть. Покрасилась. Попадает все ответственно. Тоже немножко сколот. И отошел уже лак. Здесь, видимо, некачественные просто его покрыли. Не знаю сам. Потому что, когда красит, а в каком сервисе, лак начинает потом отходить. Здесь он уже начал отходить. Машина на дисках. В принципе, вид у нее отличный. На четверку на твердую точно. Стекла все родные. Вот здесь вот на пороге, единственное, вот краска, вот прям очень много отошло. Здесь вот тоже с краешку. Наверняка от какой-то щебенки там все это летит. Здесь все отлетает. Но вот на пороге вот такая вот проблема. По-моему, даже он немножко тут, кстати, вот примят. Поэтому наверняка здесь краска и отошла. Посоветуюсь я с кузовщиком, что он там скажет по цене. И вот эту, может, позицию, кстати, я и покрашу. Конечно, геморрой, но и заодно эту позицию, да, красить. Ну, оставшись краску, можно будет, кстати, вот эти сколько-то мелких заделывать. Машина для механики максимал. То есть она на полном приводе. Полный привод, кстати, работает, никаких ошибок где не горит. Есть рейлинги на крыше. Видимо, из-за того, что капотом упирались где-то, что-то плохо он как-то называется, если честно. Он задевает, он, кстати, даже, по-моему, крыло чуть-чуть. По мотору есть, конечно, такие мелкие огрехи. Потек здесь вот немного масла. Хозяин сказал, что он менял насос Гуру. Это больше похоже на правду, потому что действительно он новый здесь стоит. Но все равно, видимо, поставил в каком-то непонятном сервисе и немного при движении руля закусывает его. По какой причине, не знаю, может, воздух или что, потому что я посмотрел, жидкость Гуру, все нормально, в норме присутствует. Морда машины целая, все хомуты оригинал. И движок работает на твердую четверку, в принципе, я так скажу, наверное. И по ходовке вообще никаких проблем нет, никаких стуков, ничего. Единственное, вот, хочу сказать, что, наверное, все-таки гудит на скорости раздатка. Я сначала думал, что это ступичный подшипник, но это, скорее всего, все-таки раздатка. Давайте заведу тогда его, послушаю. Довольно-то в полоборота. Но машина сейчас нагрета, сразу включится вентилятор. Кстати, здесь такой газ еще стоит, тросик, который можно показать. А, ну и масло, он сказал, уже давно не менял. Видно, что оно уже черное. Это уже надо будет позаботиться об этом будущем хозяину. Давайте покажу тогда салон. Так, по салону, в общем, панели, в принципе, тут соответствуют все пробегу в 200 тысяч. Регулировка все работает. Вообще, по электрике все в машине работает. Руль стертый, как раз, я думаю, где-то на этот пробег. Кожаная оплетка. Не буду я тут ничего сматывать и красить руль, я думаю, тоже, в смысле, нет. Здесь вот, блин, не знаю, почему пластиковая фигня. Надо будет его на место поставить. Закрывали. Может, когда с гуром что-то делали, не знаю. В общем, вот эта пластиковая штука вообще не залезла туда в паз. Надо будет открутить и поставить на место. И шуруп, кстати, я здесь вот нашел. Скорее всего, он вот, блин, отсюда откуда-то. Что-то обшивка, она вообще на месте не сидит. Ну, я забыл сказать, что лоб, кстати, здесь по-хорошему надо менять. Он корейский здесь стоит, но уже не родной, десятого года. Ну, я буду, наверное, просто ценят русский, потому что опять начнется нитьё. Поменен лоб плохо, не поменен плохо. Когда поменяешь, говорят, о, китайский, самый дешевый лоб. Ну, просто буду скидывать пять тысяч, всё равно. Ну, так, в остальном. Рычаг здесь в нормальном состоянии, кожа нигде не рваная. Есть хорошие магнитолы, кстати, блин, таких давно не видел. Это в своё время, наверное, они были такие вот популярные, короче. Сейчас-то уже просто идёт сенсорная, здесь вот выдвигается такой гранд сенсорной. Работает по металлу, всё нормально. Климат тоже всё холодит. Ну, сенсор всё работает. Так, и по чехлам. Скорее всего, вот эти вот чехлы, которые стоят, я буду все снимать. Я ставлю просто минуровые вот сидушки. Буду надеяться, что они в хорошем там состоянии, под ними. Потому что, если снимать чехлы, не ставить их, то их по-любому надо мыть. Они все грязные. Тут уже пять лет не мыли. Ну, вот так, в принципе. Отмыть надо будет, конечно, хорошо машинка, потому что она очень грязная. Задний чехл тоже обязательно сниму. Вот такой салон. Так, люди, в общем, я в гараже пока ехал. Блин, ну вот с ручкой беда. В общем, вот с этой вот, не знаю, кожа вся слезла. Если её убирать, вот такие вот остаются отверстия на ней. Поеду я, наверное, попробуем заехать там в одно место. Кожа, может, не обошьёт этот рычаг полностью. Сниму я его. Чтобы обшили мне его. И сейчас, пока я в гараже, в общем, приехал. Сейчас колёса вынулся. И буду снимать чехлы. Все чехлы вот эти вот я поснимаю. Оставлю велюровые сидухи. Итак, народ снял чехлы. Смотрите, в каком состоянии салон. Он просто идеальный. Просто идеальный салон. Ребят, спасибо чехлам, отвечаю. Сам я вот их не люблю. Ну, не понимаю владельцев, которые ездят на чехлах. Получается, что вы сохраняете салон для следующего, да, хозяина автомобиля. В общем, офигенно просто сохранилось. Нигде не прокурен. Ничего, велюрчик везде просто приятный. Вот на велюре же намного приятнее ездить, я думаю, чем на чехле на каком-то бомжовском. Так, сейчас, наверное, сейчас я посмотрел. В этом отсеке полно пыли, грязи. Сейчас я это все очищу. Пылесоса нету. Попробую как-то своими силами. И тут осколки стекла. Вот у меня что-то подозрение. Блин, заднее стекло, что ли, меняное? Да, видимо, что-то заднее стекло я не досмотрел. Видно, что оно менялось. Здесь тут китайская стоит. Ну, так вот, ребят, все как бы не посмотришь, да, при просмотре машины, все не углядишь. И сейчас буду вынимать остатки стекла. Поэтому, наверное, здесь вот так и на колхозе ли эту фигню, потому что стекло не родное. Будем вынимать остатки. Так, в общем, так вот удалось мне все здесь очистить. Ну, хотя бы сейчас нету здесь остатков стекла. А вот здесь вот чуть осталось. Блин, вот только сейчас я определил, что, да, стекло вот это битое было. Потому что у меня на форде вот такая же ситуация была. Люди приехали, стали смотреть, ну, место под запаску. И, блин, там стекло, короче, лежало. Они сразу, о, что такое, стекло мененное, типа, заднее. Вот сейчас в такой же ситуации и я оказался. Блин, реально не досмотрел. Ну, я думаю, тут ничего страшного, потому что крышка багажника сама не окрашенная. Так, блин, все равно багажник, в общем, все равно засранный весь, блин. На мойке я, конечно, попрошу, чтобы пацаны тут его немножко припылесосили, еще оттерли. И потом сам, наверное, я полирую здесь пройдусь. Чехлы, вот они здесь все остались. Выставлю их на вид, рублей за 500, может, какой-нибудь перекуп заберешь, чтобы потом на Тушкан также поставить. Так, поехал, снял, в общем, ручку КПП. На резьбе здесь, кстати, она крепится, блин, так грамотно сделано. За 500 рублей мне ее сделают, перешьют кожу и завтра уже будет результат. Так, а сейчас я, наверное, на мойку поеду. Ну, в салон пока не буду, конечно, фотку с таким рычагом. Хотя бы внешнюю машину уже отфоткаю. А салон уже, когда рычаг будет готов, я отфоткаю, и все. Все, давайте, поехали, народ. В общем, на балдажник сделали. Обшили. Ну, получилось, можно сказать, немного так вот. Я все-таки лучше ожидал, конечно. Колхозненько тут получилось. И шовчики, блин, тут неровные, кое-где нитки торчат. Вот. Ну, в любом случае, это лучше, чем было. Кожи вообще не было. За 500 рублей все это сделали. Грязь вот между этими я почищу сейчас. Здесь вот просто грязь от рук осталась. И поставлю. Закручу. Еду сейчас. Показываю машину после мойки. Слава богу, косяков никаких доп не вылезло. А, забыл же, блин, рассказать вот про битум, который здесь на двери. Я его вайтспиритом уберу. Сейчас куплю, заеду вайтспирит. Сказали, что отлично он отлазит. Ну, тряпок чистых наберу и вайтспирит. Вот это все ототру. Так, конечно, есть царапки на нем. Блин, полировать весь его по-хорошему надо. На солнце, блин, царапин много. По заднице. Все норм. По левой стороне. Отлично. Так, салончик. Все отмыли. Набалдажник встал отлично. Вот такое состояние. Ну, осталось. Короче, вайтспиритом оттереть дверь. И выставить на продажу. Все, тогда. Вайтспирита. Такого. 50 рублей она все стоит. И уже вот две тряпки уж оттал. В общем, исчищается не так просто, как может показаться. Блин. Тереть приходится сильно. Пятна здесь большие. Я думаю, час по-любому тут придется все это убирать. Вот. Работаю в перчатках. Погнал дальше. Пятна здесь. Ну, ребятушка убирается потихоньку. Здесь можно видеть, что уходит. Тихоньку битом, но в тряпку все отмыл. Просто на тряпку начал больше вайтспирита лить и дело повеселее пошло. Но с этой стороны, конечно, вот низ двери просто весь в сколов, блин. Сейчас не знаю, фокус тут видно. Просто сколов миллионы. По-хорошему, конечно, вот так по юбке покрасить бы ее, чтобы забрать как раз порог вот этот рыжик и вот здесь. С этой стороны, конечно, очень много сколов. Вид портит все это дело. Ну, попробую так выставить сейчас. Помыл, все. Думаю, поставлю его 445 без резины. Посмотрю, как народ вообще будет проезжать, смотрите. Я около дороги тут постоянно. Все, давайте. В общем, полироль. Остатки вот здесь остались у меня со вкусом клубнички. Вот. Сейчас пройду панель. И, по возможности, если останутся дверные карты, плюс багажник. Блин, мойщик фиговый. Короче, помыл, блин. Здесь вот грязь осталась, блин. Я ушел спать в кибитку к нему, блин. Вроде час мыл, но все равно машина грязная осталась. Ладно, буду домывать и пройдусь полиролью. Все, надо. В общем, Тушкан продался. Пришлось мне его отдать, как бы это печально не было, в минус. В общем, за 370 тысяч я его продал. И буквально на днях, вот, вчера забрал мужика, на него колеса за пятнашку. В общем, всего 385 мне удалось с него выжить, с учетом того, что я ездил, там, менял, кое-что, да, вот этот балдашник там менял. Ну, в принципе, там, вложение копеечного мне где-то обошлось, наверное, 400. В общем, получилось так, что 15 рублей на нем потерял, но не мог уже ждать. То есть, с такими вот машинами, которые стоят, ну, достаточно много, я думаю, больше не связываться. Ну, или связываться и брать их, как бы, в хорошем состоянии. Потому что, реально, ну, по Тушкану было очень много вложений, оказалось, что редуктор задний гуделал. В общем, все приезжают, плюются, то есть, никому он не нравится. То есть, осмотр такой даже внешний, просто люди приезжали, даже не заводили, ничего. Месяц он простоял, я опускал-пускал цену, и в итоге предложили 370, я, ну, подумал и отдал его. В общем, вот так вот получилось. Вы, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты. И увидимся уже в другом видео. Я думаю, что будем брать тачки подешевле и уже зарабатывать с них нормально. Всем пока!